Здравствуйте, дамы и господа! Мы с вами поговорим сегодня об одной из принятых физике теории устройства Вселенной. И, как вы знаете, физики это такие странные люди, которым никогда не интересно зачем, но им интересно как. То есть не ставится вопрос, зачем эта Вселенная нужна. Ставится вопрос, как она работает, чтобы с ней сделать, чтобы она работала как-то по-другому. Нам потребуется с вами разобраться в нескольких разных совершенно понятиях для того, чтобы понять, в чем я умреть. Я не рассчитываю на техническое образование в какой-то части этой аудитории. Слава Богу, об этом будем говорить, так чтобы было понятно всем. Первый принцип, с которым нужно разобраться, это интерференция волн и сложение гармоник. На первой гифке вы видите такие волны, которые получаются в ванной, если в него засунуть в вантус и несколько раз подергать. Тогда на поверхности у нас появится вот такая забавная картинка. Ну, похоже же, да? Все делают. Значит, это, если мы будем дергать с вантусом с одним и тем же ускорением, с одинаковой амплитудой, у нас возникнут так называемые гармонические колебания. Что такое гармонические? Это, которое описывается функцией синус или косинус. На что-нибудь умноженное, и там по синусам, вот там, какая-нибудь там фаза умноженная на время плюс, ну еще 100 умноженная на время плюс фаза. Да, вот, если снимать. Ну, можно иногда будет писать формулы, но все. Словно, я не вижу в афокинге о том, что нельзя писать формулы, это снижает, снижает, снижает. Верно, внимание, это, наверное, даже перейдет к термонору. Вот, из геометрии, да, мы с вами вот эту штукуруемую, да, эту синус. Вот это у нас чистота заполучившаяся. Это мы добавляем, это называется фаза. Если вы помните графики такие, да, то фаза, это значит, мы вот в нуле пересекли, да, у штукуруемую координатную плоскость, или не в нуле. Вот эта вот разница называется фазой, да. Вот, по факту. Значит, и задается фазой. А если у нас уже два ванкуса, у нас получается забавная картинка сложения этих волн, да, и мы с вами видим, что что-то становится характерно ярче, а что-то характерно слабее светится. Если мы перед всей этой историей поставим какой-нибудь экран, а у нас маркера нет, да, на доске? Вот, я положил вам, вот, лежит он на столе, черный, черненький, перед ноутбуком. Ты видишь, ты видишь? Да, да. Спасибо. Если мы вот эту картину волшебную разрежем, разрежем, вот здесь разрежем экраном, вот таким, да, то интенсивность пришедшего излучения будет выглядеть как-то так. То есть вот это вот у нас будет сильно черным, да, а вот это у нас будет выглядеть белым. Черные и белые полоски будут чередовали. Зачем вам понимание всей этой фигни? Если мы берем два источника света, которые светят одинаково, а в правильной технологии, и другая, и манихроматично, но это значит, что там они излучили по-тончику в одно и то же время, одни одной и той же длины волны. А длина волны, это у нас величина, правильная вот этой вот штуковины. Вот этой, если мы начинаем волну, то можно, наверное, там... 1-миллион, наверное, омега-два-ки, да? Если у нас была крутевая частота, а если это просто тон, чистота какая-нибудь, в другую нотацию, то просто вот так. Что происходит? У нас вроде бы источники света одни и те же, да? Вроде бы они одинаковые. Если они одновременно светят этот экранчик, у нас получается полосатая картинка. Это то, что называется интерференция. Явление сложения волн и образования картинки в максимумах и минимумах. А ниже, вы видите совершенно другую забавную картинку. Это сложение гармоник. Гармоникой называется вот такая ситуация, когда у нас все волны, да, у которых здесь какая-то там... Какая-то амплитуда, да? Вот эта пупочка здесь, значит, насколько у нас вот эта штука отклоняется от оси иксов, да? Вот этого пупочка. Так вот, гармоникой называется конкретный вид колебания с конкретной чистотой фазы. Как мы с вами можем представить, у нас даже с вами наша устная речь состоит из огромного количества каких-то гармоник. Если ее раскладывать на синусы и косинусы, то есть мы можем ее разложить на синусы и косинусы, заставить динамик колебаться с какой-то чистотой одной, да? Мы слышим там ровное гудение. Подать туда несколько разных частот, еще больше разных частот. И если мы все правильно сделали, мы можем услышать, если мы правильно задали периоды и частоты, мы услышим там какой-то голос, да? У нас из одинаковых, каких-то совершенно не похожих на голос штуковин сложится какая-то совершенно другая картина. То же самое у нас происходит им со светом. Смотрите, вот, давайте чем-нибудь я буду тыкать, посмотрите не на меня, а на экран, да? У нас здесь несколько другая задача. У нас есть два импульса прямоугольной формы. Ну, два импульса прямоугольной формы, что это такое? Мы включили рубильник, да, у нас потек. Выключили рубильник, нет, только снова включили, снова потек. У нас есть задача представить этот процесс, передать его как-то этими самыми гармоническими колебаниями. Вот здесь изображена математика этого процесса, более-менее наглядная. То есть у нас будет некая постоянная составляющая, которая является средним этого процесса. Видите вот эту линию? У нас есть гармоника с самой низкой частотой. Например, основная гармоника, которую мы дальше начинаем складывать с другими частотами. И в результате сложения с первой гармоникой у нас получается вот такая картина, да? Если чуть более высокий частот, то у нас получается вот такая картина, да? И чем больше мы эти гармоник добавим, тем больше у нас это будет похоже на прямокольный импульс. То есть раз волны могут складываться, и у нас будут появляться индивидуны максимумов и минимумов, и волны могут складываться так, чтобы у нас получилась какая-нибудь совершенно другая картина. Нам не обязательно получать прямокольные импульсы, мы можем аппроксимировать таким образом какую функцию, какую функцию, не знаю, дай что-то нарисовать в каком-то сложении гармонии. Совершенно не важно. Это как бы те два базовых понятия, которые нужно иметь в мозгу, которые идут, прости господи, 17 века, и ничего в этом не поменялось, это как было, правда так и осталось. И так оно будет дальше. А вот все, что я расскажу чуть позже, это может и не оказаться, правда и в итоге. Но в этом и некая интрига. Что это такое? Черная грань? Да, это попытка нарисовать черную грань. А, значит, кто сказал афроамериканское твердство? Что-то оттуда. Ладно, значит, черная грань – это некий такой странный космический объект, который ничего не выпускает, и даже свет на него падает и не улетает. Собственно говоря, черной дырой называется вот объект, у которого вторая космическая скорость, то есть та скорость, с которой должно набрать тело, чтобы улететь от этого тела в открытый космос, равна скорости света. А поскольку мы знаем, что у нас ничего быстрее, скоростью света во Вселенной двигаться не может, то начиная с какого-то момента из черной дыры ничего вылететь тоже не может. Вот. Почему это важно? И причем здесь эколографик, сам я понимаю. В конце разберемся. Значит, слева вы видите вот эта штука, вторая – это попытка изображения космического объекта черной дыры. Естественно, таких фотографий нет, не было и вряд ли появится в ближайшее светлое будущее. Вторая… ой, Господи, верните. Вторая картина – это попытка нарисовать мероприятие, то есть попытка в двумерном виде нарисовать искривление четырехмерного пространственного иного континуума. Правда, глупо, да? Но как-то люди это понимают. Попробуем мы с вами. Значит, что происходит? Ну, вообще геометацию привыкли рисовать таким образом. Здесь есть масса допущений, и на эту тему начинающих советских космологов в 20-х годах очень забавно троллили красные комиссары, сейчас расскажу как. Ну, тогда космология считалась, ты сам, очередной продажной верхней реализма, потому что допускала тот момент, что когда-то мира не было, и был момент сотворения, значит, есть Бог, значит, Айдет. Поэтому космология, космологии было заниматься плохо. Короче, вот у нас есть этот набор абстракций, не пытайтесь понять. Каждая из этих абстракций может подтвердиться листом о… Что такое? Не пытайтесь понять. Не пытайтесь понять. Простите, сказать, глупость, да, на самом деле. Значит, ладно, об этом в конце концерте я расскажу, почему простите, почему глупость. Значит, плоское пространство, да? Что это значит? Что на нем работает теорема Бифагора, да? То есть, если мы померили два каких-то расстояния, да, между ними прямой угол, мы знаем, что такое прямой угол, то расстояние между вот этими двумя точками, да, ну, будет вычисляться, знаете как, да, как сумма квадратов гипердопикатиков, да, я не знаю… А, ну, Б, это у нас тут, это С, равно… Значит, вот если оно работает, пространство плоское. Это называется, мы задали метр, либо на каком-то многообразии, не судьба. Значит, если пространство может быть не плоским, причем не плоским, оно может быть плакальным, опять. То есть, у нас вот все было хорошо, потом началась вот какая-то вот такая же история, да, например. А, вот здесь уже плохо будет работать дерево Бифагора, если мы растянули этот лист, так, ну, значит… Если у нас здесь образуется какая-то лунка, да, но, логично предположить, что все туда начинает скатываться, но это если здесь есть гравитирующее тело, мы здесь рисуем просто некий энергетический потенциал, который говорит, что вот в этой точке находиться энергетически выгоднее, и тело тратит меньше энергии, чем когда находится здесь. Когда рисуют вот такие воронки непонятные, это не значит, что снизу есть планета Земля, которая втягивает в себя все, что угодно. Это некая абстрактная картинка. Так вот, красные комиссары троллили нормальных космологов тем, что говорили, а давайте мы этот вашей бумаги перегрунем, и что теперь? Он отталкивается будет, что ли? Это еще в мемуарах Александра Живина, который придумал несколько моделей Вселенной, на которую нужно уехать. Вот. Так вот, черная дыра – это такая штука забавная, которая… вот этот наш с вами более-менее плоский лист пространства, да, но это мы представляем, что вот здесь ось времени, да, когда мы всю эту фигню рисуем, а вот здесь 2 пространственных координаты, да, а координаты z нет. Думаю, опускаем, чтобы хоть как-то нарисовать четырехмерное пространство-время, да, в двумерном виде. Вот здесь тоже нарисовано четырехмерное пространство-время. Значит, что происходит дальше? Самое смешное, когда у нас вот это все искривляется, да, вы видите, что у нас пространственные координаты немножечко переходят во временную, да, каким-то странным образом. А в черной дыре у нас внутри наблюдается некая точка, которая остается сингулярностью. Мне еще нравится сравнение – то место, где Бог поделил на ноль. Это некая выколотая точка пространства, в которой континуум пространства-время бесконечно искривляется, там ничего нет в прямом смысле, потому что мы не можем определить, аппарат вообще никакого невосприятия не определить. Вот, и в черной дыре вот это вот пространство превращается во время абсолютно, или время в пространство, смотря с какой стороны посмотреть. И все что угодно в центре этого разрушается, если верны наши представления всем происходящим. В чем смысл? Почему у нас здесь двое в черной дыре? А, вот вокруг черной дыры есть некая поверхность, которая называется горизонтом событий. Собственно говоря, вот этот горизонт событий есть то место в пространстве, начиная с которого ничего оттуда не выйдет никогда. И что получается? Что тело, падающее в черную дыру, совсем многообразие в своих представлениях Вселенной, и некий, ну, любой носитель информации, которую мы туда роняем, эта информация уходит из Вселенной. Физики долго спорили, как это так. Информация у нас не может уходить из Вселенной, это очень плохо. Там есть масса всяких формул, которым это противоречит, и интуитивных представлений. В конце концов, решили, что нет информации, никуда не теряется. Придумали для этого специальное излучение, которое исходит с горны с черной дыры, назвали ее излучением Хокинга. А потом появился Якоб Бекенштейн. Если вы что-то читали на тему вообще голографического принципа Вселенной, вы, скорее всего, гуглили русский перевод статьи Бекенштейна на эту тему. Сейчас у нас будут скопащены картинки, кто-то что-то узнает. Значит, вот, горизонт событий вокруг черной дыры. Все, что туда падает, начинает для наблюдателя снаружи приближаться к скорости света в своем падении. Но наблюдатель снаружи никогда не увидит момент перехода горизонта событий, потому что для него ничего со скоростью больше, чем скорость света, двигаться не может. этого космонавта, который вот в Интерстеллере падал на черной дыре, он бы увидел, внешний наблюдатель, увидел бы замершен на горизонте. А товарищ, который падал в этот момент, он увидел смерть Вселенной. Ну, для него бы настолько сжалось бы время, что прошли бы те несчастных 15 миллиардов лет в какой-то момент, который деля Вселенную от этого состояния до того, когда все закончится. Вот. Но в фильме нам этого не показали. Так, простите, я вставил сюда какие-то ссылки дурацкие. Короче, запомнили. Черные дыры перед Солнцем выйти, ничего не вылетает, да? Волны складываются, появляются интерферляционные картинки, да? Значит, дальше продолжаем влазить в мозг. Ну, я не... Простите меня, пожалуйста. Ладно, потом поговорим еще на эту тему. Я, на самом деле, не спал четверо суток. Потом расскажу, почему. Серьезно. Еще одно положение, которое нам нужно просто принять на веру. Мы уже доказали, из-за этого уже дожидали нубережскую премию. Вселенная расширяется с ускорением. Причем она расширяется не с ускорением не по времени, и чем дальше, тем быстрее, да? А с ускорением в пространстве, чем дальше от нас какая-то точка... Вот мы с вами, да, сейчас здесь. А вот эта штука убегает со скоростью V от нас, улетает. Вот эта точка улетает от нас со скоростью V2. И V2 намного больше, чем V1. И чем дальше, тем быстрее улетают эти точки. И, соответственно, наступает какая-то такая точка где-то здесь, да? Скорость убегания, которая от нас равна скорости света. И ничего оттуда вернуться не может. Так что мы и не увидели никогда. Ага. Ай-яй-яй. Значит, а другими словами сказать, вот вокруг нас, вокруг всей Вселенной существует некий горизонт событий, из-за которого вернуться невозможно. И получается, мы с вами живем во внутренностях такой классной штокной дыры. Уже. А можно просить один момент? Так. Вот. Вот в той точке V, которая удаляется от нас со скоростью равной скорости света. Видите? Если бы мы живем в той точке. А тогда бы мы вот эту точку никогда не увидели. Вот. Ну и чего? А мы не знаем, чего в этой точке, понимаете? Здесь получается, что, во-первых, если Вселенная начала разлетаться из одной точки когда-то, да? И разлеталась со скоростью не большей скорости света, то вот таких точек физических, в которых была бы материя, быть не может. Но мы сейчас для того, чтобы у нас темная материя с темной энергией с наблюдаемой массой Вселенной сходилась, придумали инфляционное расширение Вселенной. То есть в какой-то момент времени у нас Вселенная разлеталась со скоростью больше, чем скорость света. То есть таких точек, которые где-то там есть, но мы о них ничего не узнаем и которые на нас никак повлиять не могут, есть какое-то количество точек. Что самое страшное. Вот. То есть как бы Вселенная больше, чем мы можем вообще себя увидеть. Так получается? А вот я вспомнил, вспомнил, что я хотел спросить. Вот, допустим, в той точке С мы находимся и если мы посмотрим налево, да, то мы увидим нашу планету, точнее не увидим уже нашу планету Земля. Но если мы посмотрим направо, мы же листерку видим, правильно? Еще такое же расстояние какое-то. А можно там нарисовать еще одну точку, как в 3, как в 4? Фильм вопрос. И живем спер в ней. И мы дальше смотрим направо и... А вот я сейчас расскажу, подождите, там может быть вообще, в этой точке может и не быть. Здесь фишка в том, что мы меряем вот эту гризну пространства Вселенной. И она у нас оказывается с большой вероятностью отрицательной. Это значит, что, ну грубо говоря, что у нас вот теорема Пифагора здесь не с плюсом, а с каким-то плюсом. То есть вот плюс, но здесь есть еще минус что-то, что так мало. Ну, на самом деле, если говорить про геометрию Менковского, да, там где минус ИЦТ квадрат, да, но это не та история как бы. Это формула интервала и то, что у нас действительно остается инвариантным вместо обстояния. Смысл отрицательной кривизны в том, что Вселенная будет разлетаться до бесконечности, никогда ничего склопываться. Это раз, а два, то, что Вселенная может оказаться замкнута сама на себя. Это значит то, что если мы с вами полетим туда, то через какое-то время, там направленная наша скорость, определенная там на, ой, свет или еще кто-то там, мы с вами радостно прилетим отсюда. Но при этом сердце у нас может оказаться справа, и при этом мы ничего не почувствуем в процессе. Ага, если мы прилетим туда, мы прилетим оттуда. Вот, это условие замкнутости Вселенной. Это может быть куча уравнений, куча теорий, это допускает. Более того, некоторые на это наставят. Есть три модели Вселенной, модели РТК, это Фризы, это Десситтера и Фридмана. У всех разная кривизна, а так говорит о том, что у нас Вселенная будет разлетаться до бесконечности. Вторая говорит о том, что у нас Вселенная сблизируется, и на какой-то конкретной разнице третья говорит о том, что ничего подобного, у нас все солнце, здесь будет большой конец света чисто по гравитационным причинам. Боксер, сейчас не про это. Вот, вокруг нас есть некий горизонт событий, потому что Вселенная расширяется с ускорением. Что там, мы не знаем. Как вариант, у нас все замкнуто. Но это история не про это. Вторая фишка. У вас еще 10 минут. 10 минут? Да. Можно и 15. Я еще и не начал, ну ладно. Слава Богу. Так, хорошо. Это мы приняли на веру. Как мы за это выделили Нобелевскую культуру. Вселенная расширяется с ускорением. Где-то вокруг нас есть горизонт событий. Мы живем в какой-то штуке, которая может интерпретироваться как внутренности какой-то черной дыры. Черный, белый по барабану. Главное, что вокруг нас есть некая гиперповерхность. Гиперповерхность это некое геометрическое место точек. Секущее наше пространство. Секущее, да. То есть у него измерения на одно меньше. То есть для нас гиперповерхность это стол. Ничего страшного у него нет, да. Ни в понимании, ни в применении. То есть для кого-то квадратно, да? Да, если мы еще мыслим в категории метапологии. Я хочу сказать, что для четырехмерного какого-то многообразия гиперповерхность это трехмерный мир, который в нем существует. Вот. Значит, а здесь... Так, да. Вторая штуковина. Тоже примите на веру, это можно рассказать, но уже на это тупо времени не останется никакого. Что у нас количество информации, которое может поместиться в некий объем пространства. Пропорционально, как ни странно, не объему этого пространства, да? То есть не какой-то величине, а... Бла-бла-бла. Объем это, например, у четырехмерного пространства объем это... Можно вопрос на 10 минут в конце? Значит... Запишу его. То есть площадь, да? Все помнят. Площадь это, например, там, А квадрат какой-то и величина пропорциональная, квадрат еще вот объем это А квадрат. Они изменяются совершенно по-разному. Так вот количество информации, которое может быть заключено в объеме пространства, пропорционально не объему этого пространства, а минимальной площади поверхности, стягивающей этот объем. Не объему, а площадь. То есть все содержимое наших с вами мозгов может быть спокойно записано на стенах этой комнаты. И еще останется место. Много места. Все содержимое вашего мозга может быть записано на стенках черепной коробки. И снова останется место. Более того, вся физика, происходящая, все физические процессы, происходящие в каком-то объеме, мозгу ли в этой комнате, однозначно определяются физическими законами, которые могут быть описаны на стенах этой же комнаты или стенках вашего черепа. А, да, физика. Ну вот про физику я сказал. Это теорема Молдосена, это вообще полный ай-яй-яй. То есть мы ставим в соответствие некую Вселенную, которая подчиняется так называемым конформным преобразованиям. Это такие, ну представьте себе резиновый лист какой-то, на нем нарисована клеточка, да, и мы этот лист растягиваем так, что у нас все углы между этими клеточками сохраняются. Расстояния могут меняться, а углы сохраняются. Называется конформное преобразование. И вот если у нас кривизна мира соответствует антидеситеровскому случаю, то есть у нас есть постоянная отрицательная кривизна, и при этом у нас сохраняется конформная инвариантность, то есть все преобразования в этом мире происходят так, что углы между чем-то и чем-то будут не сохраняться. Вот в таком мире мы однозначно можем найти некую гиперплоскость, состояние которой однозначно, точно, полностью, эквивалентно описывает всю физику, происходящую в этом мире. То есть вот, что происходит, мы померили состояние на стенках и сказали, в бассе, который сидит в этой комнате на завтрак, ел маму не дальше, например. Ну, это еще требует соблюдения принципа детерминизма. Ну, бог. Значит, что, что получается? Видит, узнаваемые картинки, нет? Читал кто-нибудь про географический принцип? Нет. Мам, клево. Отлично. Ну, вот это статья Петтенштейна, да? А о чем, собственно говоря, можно почитать и он все въехал. Если остался какие-то вопросы, да, можно их, естественно, задать. Значит, бла-бла-бла. Ягод Беттенштейн – это один из очень серьезных ученых, феерический научный тролль. И вот с Хокингом они решили проблему излучения черных дыр и уничтожения информации. На этой картинке говорится, да, что у нас, как у нас информация, записанная внутри, соответствует каким-то единицам площади. И тут валяется понятие «планковские единицы площади». Вовсем это не интересно. Смотрите. Сейчас. Еще раз. То, что у нас было на первом слайде со сложением гармоник, это описывает принцип построения голограммы. Итак, если вы рассветите объект двумя одинаковыми источниками света под разными углами и получившуюся отраженную интерферирующую картинку запишите на просто фотопластинку распределения максимумов и минимумов, то потом при освещении каким-то путешком лазера вы с разных углов будете видеть разные стороны этого объекта. Это и называется голограммой. То есть вы на двумерной плоскости пишете состояние трехмерного объекта. А фишка именно в том, что мы задаем распределение, именно мы сохраняем информацию о фазе волны, которая к нам пришла. На обычной и плоской фотографии мы сохраняем информацию только о длине волны, которая задает свет, и о амплитуде, которая задает интенсивность и якость света. А в голограмме мы сохраняем информацию о фазе пришедшего излучения и можем с разных сторон глядя на полскую картинку, увидеть объект с разных сторон. В чем еще фишка? Если мы поломаем эту стеклянную пластинку, на которой написано три волшебных буквы, например, ФТФ, на каждый из получивших, вот у вас есть квадратная пластинка, да? Если кто-то есть святого, святого факультета, сходите к сообщению, мы вам покажем информацию, рекомендуем. Значит, вот пластинка, вы на нее смотрите, и там с разных сторон видны три буквы ФТФ, да? Физико-технический факультет. И если вы ломаете пополам эту пластинку, то в каждой из половинок будут точно так же видны у ФТФ. Пластинка не знает о том, что вы ее сломали. Почему? А? Почему? Почему не знает? Почему не получается? А, почему так получается? Потому что... Потому что... Потому что здесь по всей площади этой пластинки записана приблизительно вот такая картина метафиляционная, да? То есть у нас вот такие гармоники, да, они как-то сложились, и если вы ее раскалываете, вы теряете информацию о фазе ниши гармоник. А, то есть она просто на замене челкает? Да. Совершенно верно. Ну вообще... Вы не тролли эти книги. Скажите. Вы очень верно все понимаете, честно. Значит... Да, она становится менее четкой. Совершенно верно. Что вы сказали? Годы, проведенные в образовательных пабликах ВКонтакте. А, не сказано. Паблино сказано. Ну да, отлично. Хорошо. Значит... Она становится... Совершенно верно. Она становится менее четкой, но сумма информации на ней сохраняется. В конце концов ломает эту штуковину. У вас там останутся какие-то там разнытые там кружочки, там непонятные с чем-то там, там палочки, может быть, какая-нибудь. Вот. И это будет называться неким там... Ну здесь можно ощутить понятие информационного предела, да. То есть чем меньше мы ломаем эту голограмму, тем менее становится узнаваемыми образами. И, собственно... А теперь представьте, что вот такой забавной картинкой, да, вот такую забавную полевую структуру, ну вот именно для которой здесь написаны какие-то гармоники, имеет тот самый горизонт событий вокруг Вселенной. То есть это интерферационная картина всех вообще потомок по Вселенной? Это... Ну, два обозримых, наверное. Да! Но! Здесь, как всегда, все наоборот. Это вы интерферационная картина того, что происходит на этом горизонте событий. И я заодно с вами тоже. Вот. Более того... Последние исследования еще вообще в другой области физики говорят, что время как таковое, как явление, это может быть очень субъективная вещь, которая возникает только из процесса восприятия. Если мы с вами поговорили о так называемом фазовом пространстве, это пространство вариантов, пространство всех возможных состояний любого объекта. И у Вселенной есть свое фазовое пространство, но там очень многомерное, то есть там десять, сто двадцать какой-то степень измерений. Ну, что такое фазовое пространство? Вот у вас есть предположим материальная точка, вы ее координаты пространства задаете тремя числами, да? Длиной, шириной, высотой, да? А если она у вас еще крутится, да? То ее скорость вращения это уже там четвертая координата по одной оси, да? По второй, третья, по третьей уже шестая. То есть нам для описания состояния в динамике одной точки нужно уже шесть чисел, да? Это и будет называться шестимерным фазовым пространством. На самом деле тоже ничего страшного, идея элементарная. Значит, так вот, смотрите, когда у нас что-то происходит во Вселенной, да, энтропия, это увеличивается, да, я первый раз за все время изложения про… Тойкий филеологический приз первый раз сказал слово энтропия, она же была гораздо раньше. Значит, когда у нас падает стакан со стола и разбивается, то есть нам найти, например, количество вариантов того, как мы можем уложить эти осколочки, оно увеличивается, да? Так они все были слеплены в стакан, а так много они рассыпаны. Мы можем рассыпать разными способами, для нас все равно как это произошло. Количество состояний характеризует энтропию этого объекта или процесса. Энтропия Вселенной колоссальна, энтропия очень тесно связана с температурой, это почти одно и то же, и с информацией, как ни странно. И информация энтропия – это две взаимодополнительные противоположные характеристики, чего то. То есть, или у нас есть полная информация о системе, тогда энтропия, этой системы для нас очень низка, да? Или энтропия этой системы у нас колоссальна, мы ничего вообще про нее не знаем. В таком состоянии она сейчас из колоссально возможного числа может находиться. Так вот, количество состояния этого горизонта однозначно связано с энтропией Вселенной. И вычисленный видимый радиус Вселенной и предполагаемая энтропия Вселенной, оказались, совпадают уровни измеримых. Как страшно быть. Вот еще раз. Значит, мы посчитали энтропию… Кто-то не может. Кто-то посчитал энтропию Вселенной, то есть, то количество состояний, в котором может находиться, знают, что мы сможем упаковать 10, 81 степени протонов во всю Вселенную. Мы можем упаковать. Значит, они могут находиться в скольких-то состояниях. Мы об этом почти ничего не знаем. Кстати, из этого посчитали энтропию Вселенной. Посчитали… А потом посчитали радиус горизонта событий, радиус такого горизонта событий, на котором может быть записана информация о таком-то количестве частиц. И они у нас получились совпадающими. Для первого случая, для второго. То есть, энтропийный радиус Вселенной и информационный радиус Вселенной оказались приблизительно совпадающими и приблизительно равненаблюдаемыми. Может быть, это чисто совпадение. Может быть, из этого что-то следует. Вот. А что из этого может следовать глобально? Один А. Кто все тут думает? Кто живет-то? Господи. Все началось, на самом деле, с 19-го века с замечательного ученого, который зовут Эрнс Мах. Кто-то слышал число Маха, да? Которое определяет скорость истребителя где-то там, сверхзвукового на какой-то высоте. На самом деле, этот товарищ, так или иначе, успел быть учителем и научным руководителем Эйштейна. И в философии есть такая штука, называется принцип Маха. Что наблюдаемая масса, эта масса является мерой инертности, да? То есть, как сложно разогнать какое-то тело до какой-то скорости, да? Так называемая инертная масса. Так вот, ни у одного тела на этой планете, например, не было бы инерции, если бы не было бы фона условно неподвижных звезд, которые каждый сами к себе притягивают это тело и суммы своих сил создают некую меру инертности каждого находящегося здесь тела. Это был Мах, потом Уиллер, Джон Уиллер тоже, наверное, сказал, что нету знаний о массе или состоянии протонов, электронов и так далее, а есть просто законы трансформации. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ